Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Выпускаю сегодняшний обзор с небольшим опозданием, потому что поздно вернулся домой вчера ночью. И посвящен этот обзор будет полностью Лене Хэппи, а именно ее вчерашнему стриму, который продлился практически 4 часа. Все-таки надо было сразу идти на конец, слушать, что там нам рассказали про Селима. В течение первых двух с половиной трех часов Лена нам рассказывала о том, как она искала работу в школе и практически нашла, но потом вроде как и потеряла. В общем, обо всем по порядку. Начнем давайте с конца, с рассказа о Селиме, который на Лену обиделся. Нет, сейчас они уже помирились, сейчас у них уже все хорошо, сейчас Селим приучает Лену к тому, чтобы она на все его требования отвечала, да, я согласна, мой муженек на турецком языке, ну то есть слушаю и повинуюсь, дорогой мой муж. Но Лена стала перечить Селиму. И Лена в привычной ей манере стала лезть на рожон, стала перечить, типа того, что а ты меня уважаешь? Нет, скажи ты мне сначала, ты меня уважаешь? Вот я тебя уважаю, а ты меня уважаешь? Короче, Селима выбила из колеи со своим этим уважаешь. Бедный Селимон аж даже стушевался от такого напора Лены Хэппи, не ожидал, он думал, что она сейчас начнет ему говорить, да, да, я согласна на все, ты во всем прав, ты, ты мой повелитель, слушайся, повинуюсь. А у Лены оказывается свой подход к таким вещам, и Лена настаивает на том, чтобы все эти полуэротические сеансы, полуэротические игры, в котором Лена как бы на все согласна, проходят в плане уважения. И Селим плюнул, сказал, да уважаю я тебя, уважаю, слушаюсь и повинуюсь, дорогая моя женушка. И в словах этих Лена услышала такую любовь, такую нежность, и это все было сказано с таким каким-то мужским прям стержнем, что Лена расплылась, в улыбке Лена растеклась, и сказала Селиму, тогда и я с тобой согласна, слушаюсь и повинуюсь, мой муженек, на турецком, на минуточку, языке. Вот такие разговоры многочасовые у Лены с Селимом происходят каждый день, а потом Лена еще удивляется. Надо же, говорит, люди ведь еще умудряются книги сейчас в наше время читать. Откуда у них столько времени? У меня времени вообще ни на что не хватает, говорит Лена. А чтобы лечь и почитать книжку, так вообще я уже не помню, когда я это последний раз делала. Ну, здрасте, приехали. Естественно, если учесть, что Лена часами просто ни о чем разговаривает с Селимом, все эти игры, ты меня уважаешь, а я тебя уважаю. Какая книжка? Какие романы? Лена ведь еще и пишет роман параллельно. Во время прямой трансляции у Лены спрашивали, когда же продолжение книги про школу, про этого двухметрового, трехсоткилограммового пукающего мальчика, которого вы видели с закрытыми веками. Лена ответила, не проблема, сяду в девять часов, напишу новую главу. Какой разговор? Базара нет. Короче, Лена вся в делах, аки пчела, как золушка с нами на эфире. Лена плела браслеты, заказы во все страны мира. И вы знаете, как я уже сказал, у Лены с Селимом все-таки состоялся конфликт. Все-таки те два дня, когда Лена отсутствовала, когда Лена выпускала шорцы с какими-то задушевными песнями, стихами, на фоне лобового стекла, по которому бьет дождь, все-таки у Лены с Селимом произошло разногласие. Селим самоустранился на какое-то время, обиделся на Лену. По вине Лены Хэппи, по необдуманности, по тупости, скажем так, Лена увидела, что на канале Покерфейс, канал Покерфейс, который выставляет видео юмористические с Леной Хэппи и с Селимом, этот канал где-то нарыл старые съемки, старые видео со свадьбы сестры Селима. И на этой свадьбе Селим, тогда еще совсем стройненький, танцует медленный танец с мамой, тоже совсем еще молоденькой, совсем еще стройненькой, практически девчушкой по отношению к Лене Хэппи. Так вот, это видео опубликовали. Видимо, оно где-то крутилось там в соцсетях, о нем уже давно все забыли. А Покерфейс нашел это видео, опубликовал его на своем канале, и это видео попалось на глаза Лены Хэппи. И Лена Хэппи с дуру взяла и послала это видео Селиму, сказав, смотри, мой дорогой муж, что я нарыла в интернете, смотри, какие редкие кадры. И Селима как подменили. Селим был в шоке. Селим не ожидал, что кто-то когда-то найдет это видео. Ничего компрометирующего в этом видео нет, но сам факт, что люди, не имеющие к его семье никакого отношения, хотя он глубоко ошибается, мы все имеем прямое отношение к его семье, потому что про его семью нам Лена блогер, которая открыто обо всем рассказывает, и только правду всегда, со слов самой Лены Хэппи, нам очень многое рассказала про семью Селимы. И про маму, и про папу, и про братьев-сестер, и про племяшек, и кто там кого содержит, и кто работает, кто не работает, кто болеет, кто не болеет. Короче, мы все про них знаем. Кроме того, Лена бывала у них в доме в отсутствии хозяев. Лена проверила полочки, Лена проверила холодильник, поэтому семья Селима имеет к нам полное отношение. Они тоже являются частью этого сериала. Да, нечестно со стороны Лены Хэппи вовлекать их в этот сериал было без их согласия, но тем не менее бежать уже поздно. Поздняк метаться, как говорится. И мама, и папа, и Селим, и братья его, и племяшки все на крючке, все без исключения, все будут выведены на чистую воду. И Селим должен к этому привыкать, потому что Селим Лене обещал, что когда он приедет в Соединенные Штаты Америки, он будет помогать Лене вести канал. Кроме того, он откроет свой собственный канал. Вот, пожалуйста, пусть он привыкает к этой публичности, ведь он обещал, что он будет и в прямых трансляциях участвовать, и самое главное, он хочет свой канал, чтобы зарабатывать свои деньги. Так вот, пусть он посмотрит, каким образом даются эти деньги. Так что на Лену обижаться не нужно. Лена дает Селиму сейчас ценный урок, показывает ему, какой ценой достаются эти деньги. Копейки, говорит Лена, по сравнению с тем, какие у нее расходы в Соединенных Штатах Америки. Короче говоря, Селим обиделся на Лену, Селим не мог поверить, как эти люди могли найти это видео, об этом видео, о существовании этого видео, танцующего Селима с мамой, давно уже забыли, а люди где-то его нарыли. Как это вообще возможно? Наверное, КГБ, наверное, ФСБ. Может быть, Родни все-таки прав. Возможно, там где-то в высших эшелонах следят за Леной Хэппи и за всеми теми, кто с нею соприкасается. Короче, шутки шутками, но в каждой шутке есть доля правды. И вот, пожалуйста, Селиму преподнесли бесценный урок. Дали ему понять, во что ему выльется, в какую цену ему обойдется популярность. У него сейчас частичная популярность, потому что Селиму нравится, когда, например, на него делают мультики. Мимо крокодила делает мультики на Лену и на Селима. И Селим обижается на то, что слишком мало мультиков про него, а слишком много мультиков про Лену. Он тоже хочет появляться в эфире в виде мультяшной фигурки. Но вот когда начинают под него копать, ему это не нравится. А так не бывает. И рыбку съесть, и куда-то там сесть – это очень сложно сделать. Но Лена решила своей широкой грудью встать на защиту Селима. И Лена пригрозила покерфейсу тем, что если еще раз хотя бы пальцем, она идет в полицию. Покерфейс не оставила ей другого выбора. Ну, Лена, видимо, раньше никогда не соприкасалась с полицией в Соединенных Штатах Америки, особенно когда дело доходит до того, чтобы кого-то преследовать, на кого-то подавать в суд. Мне в свое время приходилось соприкасаться, ну, не напрямую, но очень плотно участвовать в одном таком процессе. Это очень сложный процесс. Я сейчас не говорю о финансовой стороне этого дела. Но даже если у вас есть имя, фамилия человека, и даже если у вас есть запись с оскорблениями, с угрозами, полиция не особо-то и разбежалась. В лучшем случае дадут ордер на то, чтобы к вам не приближались. Но я не думаю, что Покерфейс очень уж хочется приблизиться физически к Лене Хэппи. Тем более, что Покерфейс просто нашла видео в свободном доступе в интернете. Поэтому пусть Лена особо там не надеется на то, что кого-то она сможет преследовать. Ей же потом это боком и выйдет. Потому что Лена разозлит не тех людей в том же интернете и люди, которые находятся вне досягаемости, вне юрисдикции Лены Хэппи смогут ей потом так отплатить добром, да, в кавычках, за такие вот выходки, за такие выпады, что ни ей самой, ни Селиму, ни его семье, ни ее подругам, Софье тоже еще шифруется, та еще мошенница, не поздоровится. Поэтому Лене, мне кажется, нужно заткнуться, сидеть тише воды, ниже травы. Вот плетешь ты свои браслетики, это твой уровень. Выше ты уже не поднимешься. Уже надо думать о вечном. Какие там преследования? Забудь! Сиди, не дергайся, плети браслеты, сопи в тряпочку. Это, Лена, Хэппи твой уровень. Счастливее будешь. Вот выноси там из-под родни то, что ты обещала из-под него выносить. Лена рассказала, что она нашла родни на сайте знакомств, рекомендует этот сайт знакомств. Сайт для стариков Silver Singles. Там же Галина Смит нашла своего Лэри в надежде, что он импотент, потому что специально шла на сайт знакомств для тех, кто уже на закате жизни. То есть вы ищете немощных стариков. Именно поэтому Лена говорила, что она искала социального партнера, которым она будет готовить завтраки, обеды и ужины, будет убираться, будет скрашивать этому старику жизнь, а он за это предоставит ей миску супа и, соответственно, койко-место. Так оно и произошло. В общем, Лена рекомендует именно этот сайт. И уже как бы нужно успокоиться. Какие Селим? Какие судебные процессы? Какие там могут быть переживания из-за мамы и папы Селима? Господи, ну въехала ты в свою комьюнити для стариков. Следующая остановка будет дом престарелых. Все идет по плану так, как задумано в этой стране. Сначала комьюнити 55+, затем дом престарелых и вообще эти замашки, похотливые бабульки, их нужно оставить. Они не красят Лену. Хэппи Лена хэппи опять. Начала нам рассказывать, как между нею с Селимом пробежала искра. Он был ее шофером, ждал все время под окнами. Лена спускалась, садилась к нему в машину. Они общались. Селим показал Лене свой интеллектуальный уровень, прочитал ей лекцию про Ататюрка. Опять всплыл Ататюрк. И когда они там что-то копошились, пытались найти эту Макину, машину-переводчик, а их пальчики соприкоснулись, и между ними пробежала искра. Их как током поразило, и они поняли, что они созданы друг для друга. Это биотоки, естественное притяжение. И теперь, несмотря на то, что они вынуждены находиться на расстоянии, Лена мысленно все равно с Селимом, поэтому у нее в Америке толком ничего не получается, потому что она как бы не особо вникает в свою непосредственную жизнь. Ей все не нравится, потому что она мысленно там, где-то с Селимом. Ей хочется быть там, а не здесь. И она все время откладывает свою жизнь, которая ее окружает. Она бы могла прекрасно жить там, где она сейчас находится. Она могла бы также менять и молодых там или престарелых, неважно каких мужчин, которые живут поблизости. Но Лена зациклилась вот на той какой-то цели, которую она идеализирует. Мечтает о том, что они 24 часа в сутки, 7 дней в неделю будут вместе. И Лена будет ублажать Селима. И они по 2-3 часа в день общаются. Лена, лежа на своем диване или на своем кингсайзе, ведет беседы с Селимом. Откуда у Селима столько времени? Для меня это загадка. Откуда у Лены столько времени при учете, что она работает, я так понимаю, на полный рабочий день? Тоже загадка. Лена объясняет это тем, что у нее вот такая вот повышенная трудоспособность. А мне кажется, связано это с тем, что у Лены нет жизни социальной, у Лены нет какого-то общения. Работа, дом, дом, работа. Это, естественно, остается только развлекать себя вот такими вот многочасовыми разговорами с Селимом. Хотя могла бы Лена нормально жить там, где она сейчас живет, пользуясь всеми благами цивилизации, наслаждаясь жизнью, заводя каких-то знакомых, друзей. Возможно, даже мужчину для знакомства смогла бы найти где-то поблизости. И этим тоже наслаждаться. Какие-то поездки в тот же Нейплс опять на прямом эфире у Лены. Всплыл Нейплс. Оказывается, тогда, когда она еще жила в Тайтасвилле, Лена ездила на собеседование. Я помню, было видео, в котором Лена взяла выходной и помчалась куда-то, черт знает куда, за три девять земель. И, оказывается, Лена поехала на собеседование в школу в Нейплс. Уж очень ей хотелось вырваться на минуточку, ехать четыре часа в Нейплс. Лена выехала за шесть часов, чтобы не опоздать, потому что настолько она была настроена. И так ей хотелось попасть в город мечты именно в Нейплс. Помните, в свое время она вывозила в этот Нейплс родни. И родни бродил по улицам города с недовольным видом. Лена надеялась, что он сейчас загорится, воспламенеет, продаст нахрен или заложит этот дом в Сент-Клауде, в ненавистном Лене, и переедет с Леной в Нейплс. Но не тут-то было. Лене не удалось раскрутить родни на этот подвиг. И Лена сама уже, карабкаясь, как-то пыталась втиснуться, зацепиться за этот Нейплс недоступный. Но, к сожалению, и тут Лене дали пинка. Дело в том, что ей изначально сказали, что в Нейплс попасть очень сложно, почему? Потому что там очень дорогое жилье съемное, все учителя ездят издалека, потому что не смогут себе на свою учительскую зарплату позволить жилье в Нейплс. Но Лена все равно поперлась в эту школу, прошла собеседование, пыталась на собеседовании директрисе объяснить, что у нее нет опыта преподавания, нет вообще никакого опыта. Но ей говорили, ничего-ничего, успокойтесь, все хорошо, все нормально, да не переживайте вы так. И, короче говоря, Лена убралась во своясе, хотя в душе у нее остался осадочек, и она поняла, что да, она не дотянула, не дотянула это интервью, не дотянула это собеседование на работу, приехала домой и вскоре получила от директрисы письмо, имейл, в котором директриса говорит, извините, мисс Вайс, мы решили искать кандидата с опытом. И Лена, конечно, взорвалась. Ну ты че, говорит Лена, ты че не видела? В резюме у меня же написано, опыт, ноль, ноль, опыт, а ты че читать не можешь? Я ехала, блядь, пять часов в одну сторону, а выехала за шесть, взяла выходной на работе, потеряла эти деньги, время, нервы, нервотрепка. Ну вы че, ребята? Ну директриса, конечно, красотка была, такая чернокожая, статуэтка, модель, просто королева красоты. Лена до сих пор не может оправиться от этой красоты директрисы. Ну и, короче, Лена обозлилась на эту директрису, плюнула и решила нахрен завязать с этим Нейплсом. Потом она ходила на биржу труда, тоже для учителей, и прям там на бирже труда с ней провела собеседование директриса из какой-то другой школы, которая находится в другом престижном курортном городке. Причем собеседование эта Лена прошла на испанском языке, просто все прошло отлично, и директриса ей сказала, все, мы вас берем, прямо сейчас берем, давайте оформлять документы, все-все-все, отпечатки пальцев, как обычно. И Лена такая воодушевленная, уже представила, как она объявит в этой своей школе ненавистной, той вот последней, откуда ее в конце концов выперли, что она уходит в более престижную школу, в красивом городке. Но, ковыряясь в своем телефоне, Лена вдруг обнаружила, что она пропустила звонок, и у нее есть голосовое сообщение, ей кто-то оставил, прослушала сообщение, а это звонок был из той школы, вот где она прошла собеседование на испанском языке. И в этом сообщении ей, к сожалению, отказывают в этой должности, потому что учительница, которая уходила, и которую должна была замещать Лена, решила не уходить, а доработать до конца учебного года. Короче, Лену отфутболили, Лена была в расстроенных чувствах, но воспряла духом, когда, спустя какое-то уже время, она получила имейл от той самой директрисы красотки из города Нейплс. В этом имейле директриса пишет, знаете что, мисс Вайс, вы у нас уже проходили собеседование, к сожалению, тогда мы вас не взяли, но в новом учебном году у нас открывается несколько позиций, новая должность, учителя естественных наук, и мы хотели бы вас пригласить на эту должность. Но Лена с легкостью и с гордостью ответила этой директрисе, королеве красоты, о том, что она уже не заинтересована в работе учителя, и вообще она переехала совсем в другую эрию, и Нейплс не входит в ее ближайшие планы. Вот так вот. Но спасибо, что вы меня вспомнили. Короче, Лена отправила имейл и воспряла духом, поняв, что значит, что-то она тогда сделала правильно, произвела впечатление на директрису, раз они ее запомнили, и теперь вот так вот к ней обращаются напрямую, и хотят ее с руками, с ногами оторвать и устроить в школу учителям естествознания. Но Лена отказала. Вот такой вот реванш взяла Лена, отказав директрисе, но в душе она порадовалась, потому что теперь все бегают за Леной хэппи, а не наоборот. Опять Лена вспомнила о том, как она обожала учителя в математике в той последней школе, учителя математики мужчину, плюс учителя математики женщину, филиппинку. Как они друг друга любили, как им было хорошо, они веселились, все было просто прекрасно. То есть у Лены пошла ностальгия, Лена вспоминает, как она блистала, будучи учителем. Ну вот теперь она решила, что нафиг ей эта школа не нужна, она разочаровалась. Теперь она просто гордо восседает в каком-то офисе, зарабатывает небольшие деньги, очень надеется на донаты. Кстати, не было донатов на последней прямой трансляции, на последнем прямом эфире. Лена по этому поводу негодовала, но вы знаете, чат под прямым эфиром был дохленький, потому что заблокировали всех хейтеров. Снова вопросы были ни о чем, Лена пыталась опять что-то там высасывать из пальца, а вы знаете, Лена, к вам я обращаюсь, если вы будете смотреть, хотя я так понимаю, вы меня снова сейчас не смотрите, но я думаю, вам передадут. Вы знаете, я обратил внимание, под прошлыми стримами, под прошлыми прямыми эфирами, в основном донаты присылали так называемые хейтеры, звездочки прыгали, потому что так называемые хейтеры, недоброжелатели с удовольствием писали комментарии с издевкой. Либо вас они пытались как-то задеть, либо какого-то другого блогера, но посылали 100, 200, 300, 400 рублей. А те, которые вас обожают, те, которым вы разрешили остаться у себя на канале, то есть люди, которые хвалят вашу блузку, вашу прическу, ваши бусики, они не готовы раскошелиться, как выяснилось. Поэтому делайте выводы. Ну, на этой ноте я, наверное, поставлю точку, потому что обзор получился слишком длинным. Если у вас есть какие-то замечания, комментарии, дополнения, пожалуйста, пишите, дополняйте, поправляйте меня. Благодарю всех тех, кто поставил лайки, кто оставил комментарии. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя. Ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.